Не зря говорят, что все в этом мире уже придумано до нас. Например, в Кремле не стали сильно ломать голову по поводу планов аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе, а просто оглянулись назад, на 1938 год, и внимательно изучили политику нацистской Германии. Аналогии в действиях Путина и Гитлера не то чтобы угадываются, они просто полностью идентичны. Иногда даже смешно, насколько Кремль скрупулезно копирует военные решения и пропаганду нацистов, потому что мы помним, чем кончил Гитлер и его тысячелетний Рейх. А еще невозможно смотреть без смеха на искреннее возмущение россиян в те моменты, когда их страну называют фашистской. То есть вы нас сравниваете с немецкой Германией, правильно я понимаю? Абсолютно. Так, секунду, секунду, секунду. Значит, если вы сравниваете Россию с немецкой Германией, ваш призыв понять. Вы знаете, я хотел бы отделить братьев от небратьев. Люди, которые сравнивают фашистскую Германию с моей страной, вы оскорбили каждого здесь, каждую семью здесь и мою общество. Хотя на самом деле это смех сквозь слезы. А ведь стоит просто обратиться к историческим документам, чтобы не выглядеть уж такими лохмандеями, у которых единственный аргумент – деды воевали. Кремль в открытую, никого не стесняясь, использует идеи и методы нацистов. Наверное, все помнят недавнюю премьеру фильма «Крым. Путь на родину». А ведь название этого фильма созвучно названию нацистского пропагандистского фильма «Немецкие судеты. Возвращение на родину», в котором зрителей точно так же убеждают в правильности аннексии только не Крыма, а судетской области Чехословакии, населенной немцами. Все, что звучит в этом агитационном фильме нацистов, полностью идентично тому, что говорят и показывают в российских СМИ. Это абсолютно одинаковые тезисы о том, что, например, соотечественники терпят горести и лишения, их очень долго обманывали и угнетали, им угрожает опасность, военщина, в скобках, хунта, хочет соотечественников уничтожить. В фильме есть также создание так называемого народного ополчения, срывание флагов и вывесок, расстреляные автобусы с беженцами. В общем, события 1938 года до боли знакомые и полностью повторенные Кремлем весной 2014-го в Крыму и на Донбассе. Даже начало своей авантюры Путин слезал у Гитлера. Пронацистская судетская партия спровоцировала крупные беспорядки в приграничных областях Чехословакии, а потом обратилась к Гитлеру с просьбой о помощи. Ну, чем не пророссийские сепаратисты с криками «Путин, введи войска!». Создается впечатление, что Россия действует по конспектам Гитлера и Геббельса, абсолютно точно списывая опыт фашистской Германии по аннексии чужих территорий. С единственной, правда, разницей – Гитлер своих солдат не прятал. Россияне и не заметили, как проснулись в другой реальности. Теперь они живут в нацистской Германии 1938 года. Один к одному. А чтобы не быть голословным, предлагаю убедиться в этом, всего лишь посмотрев фильм «Немецкие судеты. Возвращение на родину» с русской озвучкой. Вот ссылка. Особенно интересно будет смотреть тем, кто уже видел аналогичный российский фильм про так называемое «Возвращение Крыма». Будет с чем сравнивать. До встречи в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok